МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В другой развивается и, наконец, получает новую ипостась. Но довольно философия. Главные темы сегодня таковы. Изгнальники Рязанской организации родителей детей-инвалидов возможно, обретет пристанище после того, как людей попросили вон из здания в НИМС. Поймали в Рязанской области по подозрению в браконьерстве задержаны бывший региональный министр Юрий Почтарев и экс-чиновник Федор Полетаев. Что строим, товарищи, корреспонденты программы «Время говорить» выяснили, что за работой ведутся в районе перекрестка Горького и Введенки. Ну а события недели, если не считать вооруженные напряжения на востоке Украины, это, конечно, прямая линия президента Путина. В четверг начальник России вновь отвечал на вопросы, которые, если и подвергались какой-то редакции, отнюдь не отличались политической прилизанностью. Но Путин был готов. Понятно, что спрашивали его первым делом о Крыме, о том, что происходит в Украине, о его отношении к ситуации вокруг этих ныне горячих точек. Сказал президент, многое, но по сути ничего такого, к чему привязались бы потом аналитики, посчитав излишней прямотой или демонстративной брутальностью. Хотя, к слову, уж она-то всегда присутствует в путинских речах и выступлениях. Агентство РИА Новости так резюмирует украинские мотивы. В ходе прямой линии политологи увидели в словах президента четкое разделение отношения к народу Украины и ее нынешним властям и полагают, что дальнейшие действия Москвы будут прямо связаны со способностью Киева договориться с жителями юго-восточных областей и предоставить им необходимые гарантии. Ну да, про это общение Путина со страной уже много сказано, прокомментировано, так что повторять за столпами аналитики было бы излишним. Хочется отметить один из ответов президента, как образец своеобразного путинского остроумия, который он всегда проявляет, общаясь с народом, и у него неплохо получается. Так вот, когда одна пенсионерка из дальнего региона спросила главу страны, последует ли за Крымом Аляска, то Путин отшутился. Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? У нас северная страна. 70% нашей территории сегодня относятся к районам севера и крайнего севера. Аляска, это разве южные полушарии? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно? Все уже начали добродушно посмеиваться, когда президент добавил, что там ведь жителям придется северные надбавки выплачивать. Так что надо, дескать, все сначала посчитать, прикинуть. Вот это было и впрямь весело сказано. Не валяй, дурака, Америка, не обидим, кому говорят. Отдавай-ка землицу аля сачку, отдавай-ка родимую в зад. Отдавай-ка родимую в зад. Надо сказать, что рейтинги президента Путина накануне прямой линии были чрезвычайно высоки, а после нее уж точно не упали. Опрос, проведенный Левада центром, показал, что сегодня главе России доверяет 71% россиян, тогда как год назад этот показатель составлял 57%. Ну да хватит о высоком, поговорим о высшем. Перед Пасхой рязанские хлебозаводы обязались выпечь более 100 тонн пасхальных куличей. Производители заявили о высоком качестве праздничной продукции, о натуральном сырье и нарядной упаковке. За процессом изготовления куличей на третьем хлебозаводе Рязани наблюдал Глеб Галушкин. К наступающему главному православному празднику работники рязанских пекарен начали готовиться еще с начала года. Как говорят специалисты из лаборатории третьего хлебозавода, к Пасхе они разработали и внедрили новые виды куличей. Это, во-первых, классический кулич пасхальный из дрожжевого теста, покрытый сладкой белковой глазурью. И второй вид куличей – чудо-кулич, обильно приправленный орехами, изюмом и цукатами. Новый вид кулича, сдобного сильного кулича, но не дрожжевого, который называется кулич от морей. Это просто чудо-кулич. Поэтому, обращаясь ко всем рязанцам нашего города и жителей области, чтобы они купили, попробовали этот кулич. Я думаю, само название чудо-кулич приятно и удивит по своему содержанию. Это действительно кулич, предназначенный для этого светлого дня. Еще одним новым введением стало приглашение прямо на производство православного священника. Работники третьего хлебозавода уверены, что от этого их пасхальная выпечка станет только вкуснее и полезнее. Перед Великим Праздником мы провели свой опрос. Что бы пожелали рязанцы всем жителям Земли в пасхальный канун? Наш народ был доброжелателен по отношению к другим обитателям планеты. Здоровья, счастья, успехов, любви, всего самого лучшего. Здоровья, прежде всего, счастья, долголетие, чтобы добрее были друг к другу. Я бы пожелала всем рязанцам семейного благополучия, чтобы в доме всегда было тихо, спокойно и уютно. Здоровья, просвещение, чтобы понимали, как делать добро, людям помогать. Желаю веры огромной, счастья большого и быть самым собой в ладу. Счастья и всего самого хорошего. На этой неделе пришло известие, что недавно показанный репортаж о выселении городской организации родителей детей-инвалидов из помещения в системе Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства, кажется, нашел продолжение, причем позитивное. Напомним, стоит это научное здание в Рязани на улице Щерса, и не нашлось там места для инвалидов. А ведь долгое время оно было. Но, по всей видимости, таковы сейчас времена и нравы. Попросили детей-инвалидов вместе с родителями освободить квадратные метры и никогда больше на научной территории не появляться. Напомним, как был дел. Вот фрагмент нашего материала. Председатель городской общественной организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что уже более 20 лет преподаватели работали со сложными детьми, учили их рисованию, выжиганию по дереву, висероплетению, народным ремеслам. Однако весной прошлого года директор научно-исследовательского института, в котором на протяжении этих двух десятков лет базировалась организация инвалидов, попросил их освободить помещение. Мне принесли письмо о том, что мы вам теперь не можем больше предоставлять это помещение. Причиной было расширение арендных площадей. Впоследствии я поняла, что это не причина, а всего лишь навсего предлог. Почему так захотелось ему сразу нас попросить, я к нему, конечно, спустилась и стала с ним разговаривать. Я поняла, что... Да, и принесла ему письмо ответное, что мы не можем вот к такому-то времени освободить помещение. Это нереально. Во-первых, нам некуда идти. Во-вторых, ну, просто хотелось как-то по-мирному с человеком поговорить и показать, что мы из себя представляем, что мы совершенно не социально опасны, что мы делаем такие дела, на которые следует обратить внимание. Первую атаку удалось отбить. Однако спустя почти год, в этом марте, родители и детей инвалидов попросту перестали пускать через проходную. Сорокин Николай Тимофеевич больше мне ничего не сказал и говорит, собрал своих замов и говорит, у нас не благотворительное общество, у нас не клуб по интересам, у нас, у вас свое, у меня свое. Вот, и поэтому, вот давайте, вот до такого-то времени. И опять нам дала срок. Председатель организации родителей детей инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что причиной их выселения является желание руководства института сдать освободившиеся площади в аренду. Организация инвалидов не способна оплатить необходимую сумму. Директор в НИМС Россельхозакадемии Николай Сорокин на переговоры не идет. Мы связались с секретарем Сорокина по телефону и получили ответ, что Николай Тимофеевич на такие темы с прессой не общается. Интересно, а на какие же темы готов общаться господин Сорокин? О развитии сельхознауки и механизации во имя процветания человечества? О том, как накормить страждущих в России? Как помочь нуждающимся? Но в свете того, что произошло, как-то неудобно, наверное, будет говорить о высоком и научном. Выходит, что необходимого для занятий прикладным творчеством помещения нет. Идти детям-инвалидам просто некуда. Такая вот научно-исследовательская история получается. На днях стало известно, что рязанские власти сумели отыскать помещение для организации родителей детей инвалидов. Ну, хотя бы кто-то сообразил, что есть на свете вещи не менее серьезные, чем механизация сельского хозяйства. Я слышал, что новое помещение вам вроде бы как и нашли, подыскали. Нашли, да, пообещали. Но это уже, наверное, два круга я прошла. И славьте господи, вот на втором круге уже. Вот так вот откликнулась. Наши семейные ресурсы в организации. Сейчас вот я могу открыть, откуда мне чего дали. Мне сейчас срочно нужно заявление писать и все. А с директором института вы больше-то не встречались, не созванивались, ничего там не выходил на вас, вы на него. Вообще, по-моему, не хотел говорить. Это такой человек, который... Ему ведь кто только не звонил, а он... Я никакие, никаких комментариев не нужны, ничего не хочу говорить, нет. Угу, ну понял. Я отвечал, что я ему несколько писем все-таки отправила и приходил к ним, я разговаривал. Нет, все это было. Нельзя сказать, что вот я 19 лет, славьте господи, со всеми директорами все было хорошо. И сейчас, вы знаете, вот я встречаю людей, которые вот раньше работали или просто вот недавно ушли, или которые работают, вот вы просто самые отрицательные. И все вглущены, во-первых, и вглущаются, и говорят, ну как это можно. Рязанские пожарные на этой неделе продолжили сражаться с традиционными по весне поджогами сухой травы. На этой неделе прошла пресс-конференция Рязанского спасательного начальства, где заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС области Алексей Мордасов сообщил последние данные о выездах на сухотравные пожары. На территории региона зарегистрировано сегодня 1038 случаев. Наибольшее количество сгораний зарегистрировано как раз в Рязани 117, в Рязанском районе 165, в Скопинском 107 и в Спасском 80. Главные причины по-прежнему это неосторожное обращение с огнем, непотушенные пожары, брошенные окурки, подростковая шалость. Бороться с такими вот огненными феериями стараются методами строгих мер. Большие штрафы, серьезные наказания вплоть до срока, ответственность родителей за детские шалости. Но кардинально ничего пока не помогает. Алексей Мордасов напомнил, что за сжигание сухой травы и мусора, разведение костров нарушителям грозит штраф в размере до 1500 рублей, должностным лицам до 15 тысяч, юридическим до 200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются вдвое. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить». Итоги недели. Главные темы второй ее части. Поймали в Рязанской области по подозрению в браконьерстве задержаны бывший региональный министр Юрий Почтарев и бывший рязанский чиновник Федор Полетаев. Что строим товарищи, корреспонденты программы «Время говорить» по просьбе горожан выяснили, что за работу ведутся в районе перекрестка Горького и Введенки. Продолжаем программу. Скандалом недели стала история с задержанием вероятных браконьеров, некогда занимавших высокие должности. Одним из них оказался бывший городской чиновник Федор Полетаев, а вторым – областной экс-министр транспорта, связи и информационных технологий Юрий Почтарев. Дело было недалеко от села Дубровичи. Есть и видеоматериал, который мы приводим в сегодняшней программе без комментариев на так называемых лайфах. Сотрудниками МВД России по Рязанскому району, совместно с сотрудниками охотнадзора проводятся мероприятия в целях профилактики и предупреждения выявления лиц, занимающихся незаконной охотой. В данный период времени у нас охота запрещена на территории Рязанской области, а также на территории Рязанского района. В настоящее время мы сейчас находимся на территории Рязанского района, недалеко от села Дубровичи, где совместно с сотрудниками охотнадзора и сотрудниками полиции МВД России по Рязанскому району задержаны два гражданина, которые осуществляли незаконную охоту. Можно сказать, что у них находятся при себе два огнестрельных оружия, одно нарезное. В настоящее время сейчас составляются необходимые документы по изъятию данного оружия из гражданского обороны. И данные лица будут привлечены к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. ТОС 0303-964. ТОС 0303-964. А вы так, в принципе, знаете, что охота запрещена? Конечно. Ну а с ружьями стреляете? Мы же не охотились. А чем занимались? Ездили, машину испытывали. Просто смотрели колеса, когда он колеса поставил, я приехал на обед к нему. Поэтому решили проехать, как машина ездит. Пристреливать-то надо до охоты. Это понятно. Наверное, неправильно. Лучше денег на полигоне, на нормальном, где разрешена стрельба. У нас есть специально отведенные места, учреждения, где пристрелятся оружие. А где есть такие? Ну вы же владеете нарезным оружием, что же, не знаете, что ли? Не знаю. Оружие любое пристрелится в тире. А ты там на себя выбираешь? В тире? Где он, этот тир? Достаточное количество у нас тиров. Зарезание, резание, резание. Честно говоря, не знаю. Вы в нее стреляли? А где конкретно производилась стрельба? В каком месте? Да вот здесь. Здесь. Из какого оружия? Из мелкошки. Калибр. У вас один раковый калибр, да? 556, да. Напомню, в прошлом году в нашей области разгорелся скандал вокруг главы областного управления Росприроднадзора Алексея Григорьева. Попался чиновный защитник природы на незаконном отстреле лося. Через некоторое время начальник освободил теплое кресло. На этой неделе обратились в нашу редакцию люди, которые интересовались, что за строительство намечается на перекрестке Горького и Веденки. Как-то настораживает такая деятельность многих местных жителей? А не воткнут ли вскоре многоэтажную свечку под окна? Вот и пришлось в эту среду Оксане Тебенихиной выяснять народную правду у чиновников. Оказывается, никакого дома на пересечении улиц Веденская и Горького не запланировано. Здесь началась работа по закладке небольшого, но очень зеленого и уютного сквера. Центру города действительно критически не хватает природных легких. Посему городские власти приняли решение слегка разбавить каменные джунгли. Мы предусматривали благоустройство с сохранением существующих деревьев. Здесь есть взрослая ель и клён ясневидный. Благоустройство будет подразумевать создание округлой мощной площадки с малыми формами архитектурными. Это светильники, это лавочки, на которых можно будет отдохнуть, скамьи. И небольшое количество здесь места не предполагает развитие чего-то глобального, но тем не менее. По соседству с будущим парком располагается дом, в котором когда-то жил знаменитый рязанский биолог Иван Мичурин. В связи с чем планируется разбить небольшой дендерарий с хвойными растениями и экзотическими деревцами. Конечно, работы будут вестись достаточно быстро, потому что когда город будет отмечать майские праздники, нам уже хотелось бы жителей порадовать таким подарком. Будем стараться, если ничто не вмешается в наши планы, надеемся, что они осуществятся. Вот такая небольшая, но дорогая сердцу и взору радость. Что же будем ждать и надеяться на лучший результат. В этом году Пасха совпадает с другим праздником – социальным. 20 апреля в России отмечается День донора. Его празднуют не только те, кто несет живительную силу собственной крови больным, но и врачи, которые становятся в этом деле благородными посредниками. Принято в День донора вспоминать Андрея Мартыновича Вольфа, питерского акушера, который именно 20 апреля 1832 года впервые успешно провел переливание крови женщине, погибавшей после сложных родов от кровопотери. Донорский праздник в Рязани отметили как должно, а именно присутствием на пунктах сдачи крови. К тем, кто хотел, но не мог сдать кровь в силу особенностей работы, врачи выезжали со всеми своими инструментами и профессиональной доброжелательностью. Наталья Новикова продолжает тему. Ежедневно, ежеминутно во всем мире людям требуется донорская кровь. Онкобольные, обгоревшие, попавшие в ДТП, люди на операционном столе – все они не смогут выжить без чужой крови. Каждый день кровь и ее компоненты требуются миллионам людей. По статистике, в переливании крови хоть раз в жизни нуждается каждый третий человек. Полноценной замены красного золота не существует. Те, кто добровольно отдает свою кровь, чтобы спасти чьи-то жизни, носят гордое имя донор. И каждый год в апреле мы чествуем этих благородных и самоотверженных людей. В этом году в дни донорства к акции по переливанию крови присоединился батальон ДПС и управление ГИБДД. Я думаю, у нас достаточно много сегодня сотрудников сдадут кровь. Конечно, дело это сугубо добровольно, но сотрудники ГИБДД первыми, выезжая на ДТП, частенько видят боль, страдания людей. Поэтому они зачастую готовы первыми оказать помощь, откликнуться. Поэтому желающих, наверное, будет много. Люди сдают кровь по многим причинам. Кто-то делает это по зову сердца, для кого-то это способ стимулировать собственное кроветворение и встряхнуть организм в целом. Но большинство сдают кровь сообразно самой сути слова «донор». Добровольный отказ, подарок, благотворительный дар. Потому как этого требует сама их натура. Скажите, пожалуйста, почему сегодня решили кровь сдать? Ну, я думаю, что это полезное дело, потому что очень многие люди нуждаются в крови. Здоровые люди имеют эту возможность, чтобы поделиться своим здоровьем с другими людьми, которые больше нуждаются. Сегодняшняя акция благородна вдвойне. Денежные средства, полученные от сдачи крови, все желающие могут направить на благотворительную помощь детям, оставшимся без родительского попечения в возрасте от одного до трех лет, находящимся в Рязанском доме ребенка. Вообще, донорское движение в нашей стране успешно могли погубить относительно недавними, более чем странными распоряжениями от медчиновников. С некоторым содроганием врачи до сих пор вспоминают отмену денежной компенсации за донорскую кровь. А за еду пойти в медпункт и лечь под иглу хотели немногие. Тогда москвичи сразу же отказались от прямого выполнения указивки. Мэр Собянин заявил, что столичное правительство будет поддерживать доноров, в том числе и деньгами. А в регионах стали проводить вяленькую пропагандистскую кампанию, что, дескать, бесплатно-то оно лучше, благороднее, правильнее кровушку лить. Не сыграло все это, да и не могло сыграть. Откровенного провала в сборе донорской крови не произошло только потому, что все вернулось на круги своя. Вернулась плата, вернулись доноры. Однако, бесспорно, людей приводят на пункты сдачи крови в первую очередь отнюдь не жажда наживы, а светлые порывы души. А Артур, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься донорством? Начал заниматься этим с 2008 года, с первого курса, как только поступил. Это прекрасная возможность помочь людям, нуждаемщимся, и является как гражданским долгом каждого человека. И как часто сдаешь кровь? Раз в три месяца, как проводится акция безвозмездного сдачи крови в медуниверситете, так прихожу, сдаю кровь. Как друзья, родственники относятся к этому? Относится, прекрасно относятся родственники к этому, гордятся. Артур, а с точки зрения медика сдавать кровь – это полезно для самого человека, сдающего? Конечно, донорство – это возможность помочь людям и прекрасный повод следить за своим здоровьем. А глядя на тебя, твои сокурсники проникаются, начинают сдавать кровь тоже? Конечно, начинают, ведь это доброе дело. И приходя на сдачу крови, наблюдая за молодым поколением, вижу, как люди стремятся помочь ближним, нуждающимся в нас. Это вселяет надежду и веру. И завершим сегодняшнюю программу обзорным проектом от Глеба Галушкина «Неделя полицейских». На этой неделе судили взяточников и душегубов, а правоохранители, как и положено, ловили нарушителей закона, в том числе и в сфере нравственности. На этой неделе в советском суде Рязани началось рассмотрение так называемого «дела Алфосова». На первом судебном заседании подсудимые, а это бывшие высокопоставленные сотрудники Рязанского управления ГИБДД, вели себя весьма уверенно, а порой даже вызывающе. До начала заседания экс-начальник областной дорожной полиции Александр Алфосов и его бывшие заместители Валерий Вышинский и Игорь Тесленко спокойно общались между собой, обращались шутками к журналистам, советовали телеоператорам, как их нужно снимать. Напомним, следствие установило, что руководство областного ГИБДД в лице Алфосова, Вышинского и Тесленко принуждало своих подчиненных за деньги выдавать так называемые красивые номера, а также водительские удостоверения. Также деньги обвиняемые получали от сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе. Всего же обвиняемым вменяется в вину получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. Также на этой неделе проходил судебный процесс по делу об убийстве женщины в Ряжске в Никольском храме. Около года назад продавщица иконной лавки получила смертельные ножевые раны. Преступник польстился на несколько недорогих украшений, которые продавались в лавке. Да на кружку с пожертвованиями. Полицейские искали его при поддержке общественности и нашли. Решением суда убийца проведет за решеткой 17 лет. И еще два года его свобода будет ограничена. На этой неделе рязанские полицейские проводили рейды по выявлению правонарушений в сфере нравственности. И рейд не прошел впустую. Правоохранители задержали даму легкого поведения. Ну так нормально получается? Ну когда как я долго не стою. Когда как? Понятно. Ну полчаса тысяча рублей. Не больше полчаса. И в день сколько у тебя на рот получается? Ну я немного стою. Ну примерно. Ну два, три, четыре когда-то. Данная гражданка была доставлена в отдел полиции номер 4 для составления административного протокола, предусмотренного статьей 6.11 КООП РФ. Данный протокол после его составления будет направлен в мировой суд Московского района города Рязани. Эта девушка уже не впервые задерживается полицейскими. Видно, что доход от сомнительного времяпрепровождения превышает сумму полагающегося штрафа. На сегодня все. Наша редакция, все журналисты, операторы и режиссеры, администраторы, коротко говоря, все мы, телевизионщики, поздравляем вас, дорогие зрители, со светлым праздником Христового Воскресения. Ждем его вместе с вами. Всем желаем счастья, здоровья, радости, хороших людей вокруг и добрых долгих дней жизни. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин